здравствуйте дорогие мипломаны и даже мипломаньяки так как в этом году я уже выпустил топ наиболее результативных сыщиков из настольной игры ужас архемы 2005 года также я выпустил анти топ то из тех кто был в самом низу списка из 48 участников то так как сегодня мой день рождения я решил сделать себе подарок и выпустить полный список оставшихся 32 так как на английском топ у нас это верх бот сокращение bottom это низ то это я решу это видео я решил назвать мид 32 до мид 32 никто его не посмотрит не найдет но я это делаю больше для себя итак давайте начнем кто же у нас на 32 месте в этом списке середнячков а на 32 месте у нас сыщик из дополнения ужас кингспорта лола хейс у лолы хейс очень интересная способность она может каждый ход менять свой навык плюс она всегда может брать как сверху колода навыков так и снизу также когда она игра находится в команде мы в любой момент можем посмотреть низ колоды будем не будем очень сильно останавливаться на каждом сыщике иначе это затянется на час не меньше далее у нас идет акачи о нил сыщик из дополнения ужас инсмута единственный сыщик который начинает с жетоном врат в качестве трофея жетон естественно случайный так что вам вполне может попасться даже жетон врат в рельеф также у нее интересная способность она всегда получает бонус плюс 1 к закрытию и запечатыванию порталов плюс она всегда может запечатывать порталы и тратит по моему на это на одну улику меньше что делает очень интересный но все равно она на 31 месте на 30 месте у нас и еще один сыщик из ужаса инсмута уильям юрик он может тратить трофеи как улики один к одному вне зависимости от их стойкости и также он может возвращать их коробку вместо того чтобы возвращать монстров довольно таки интересный сыщик тем удивительнее что он оказался так низко далее на 29 месте самый менее результативный сыщик из базовой версии игры ужас архема 2005 года и это у нас сестра мэри что впрочем неудивительно на мой взгляд это действительно самый слабый сыщик далее на 28 месте еще один слабый сыщик из базовой игры это у нас винсент ли винсент ли у нас доктор он может восстанавливать в начале хода одну единицу здоровья себе или любому другому сыщику который находится с ним в одном месте забыл сказать про сестру марии то что она начинает с благословлением и она не может быть потеряна во времени и пространстве что делает наверное ее неплохим сыщиком при игре с против йогса тота далее у нас самый слабый сыщик из дополнения ужас данвича и это что удивило меня больше всего это диана стэнли хотя стойте секундочку мне кажется я чуток ошибся нет она не самый слабый сыщик самый слабый у нас был джим но в этом списке она самый слабый сыщик из дополнения ужас данвича несмотря на ее интересную способность доступом к ложе серебряных сумерек и также она получает восстанавливает одну единицу рассудка или здоровья каждый раз когда добавляется жетон рока и получает также одну улику каждый раз когда повышается уровень ужаса то есть довольно таки интересный сыщик но все равно на двадцать восьмом месте на двадцать шестом месте тоже интересный сыщик который может генерировать улики и деньги это у нас ролан бэкс на двадцать шестом месте если у него меньше двух долларов он получает 1 доллар фазе передышке если у него меньше двух улик он получает одну улику фазе передышки то есть очень интересная способность. Далее у нас тоже схожий по дизайну персонаж, но уже не из ужаса Инсмута, а из ужаса Кингспорта Тони Морган. Тоже, как и у Уильяма Йорика, его способность связана с трофеями монстров. Он может, он всегда их продает, то есть или меняет на одну стойкость выше. То есть, если у монстра стойкость 1, для него это будет 2. Или если из-за какого-нибудь эффекта игры стойкость монстра, монстр со стойкостью 1, становится монстром со стойкостью 2, для него это будет стойкость уже 3. Также, находясь на улице, он может получить деньги в фазе передышки на основании 1 к 1 за каждую единицу стойкости монстров. Тоже весьма интересный сыщик. Удивительно, что он так низко. И на этом у нас закончилась нижняя восьмерка. Переходим к второй. Здесь у нас тоже очень неплохой сыщик. Дейзи Уолкер. Неплохая заклинательница, так как она тратит на одну единицу рассудка при чтении заклинаний. и она никогда не теряет рассудок при чтении книг. Там на английском. Странно, что она тоже так низко. Далее, одна из моих любимых сыщиков это Лили Чан. Так как у нее есть дополнительный ползунок, видите, у нас как будто 4 набора навыков. На самом деле, наверху у нас не навыки, а максимальное показание для здоровья и рассудка. И каждый ход в начале фазы передышки она может передвинуть ползунок, используя свой фокус, в том числе и здесь. И увеличивая, например, рассудок, она может восстановить в себе одну единицу рассудка, увеличивая здоровье, восстановить в себе одну единицу здоровья. То есть, практически занимается самолечением. Очень интересный сыщик. Странно, что она аж на 23 месте. Кстати, и она, и Дейзи из ужаса Кингспорта. Далее у нас сыщик из ужаса Инсмута. Это у нас Триш Скарбора. Триш тоже сыщик с интересной механикой. В начале каждого хода все ее показатели сблорасываются до минимального значения. И далее 4. 4 или 5, по-моему. Ага. На 5 раз. То есть, она имеет фокус 5, который надо использовать в каждом, в начале каждого хода. И если она хочет дополнительно 6 раз передвинуть какой-нибудь ползунок, она должна потратить 1 единицу рассудка или 1 единицу здоровья. Очень тоже интересный сыщик. Так что удивительно, что она аж на 22 месте. Далее у нас уже сыщик из ужаса Данвича это Марк Эрриган. У Марка есть интересная способность. Его нельзя арестовать или остановить. То есть, он прет напролу. Также у него начинает с огнеметом и коктейлем Молотова. Плюс у него показатель боя 6, но зато очень слабый показатель воли 3 и мало единиц рассудка. Но все-таки не думаю, что это такой аж мотив поставить его на 21 место. Но так решили игроки. Так оно и есть. Далее у нас уже сыщик из базы. Это у нас Аманда Шарп. Аманда, если я не ошибаюсь, по-моему, нет, один из двух сыщиков, которые начинают аж с двумя навыками. И у нее, так сказать, стандартная, то, что я называю стандартной способностью. Она получает, всегда, когда она получает навык, она вытягивает одну дополнительную карту и выбирает. То есть, в начале игры она получает не два навыка, а три. И из этих трех она сохраняет себе два. далее у нас сыщик из дополнения ужас Данвича на девятнадцатом месте это Мари Ламбо. Один раз за игру она может убрать один жутон рока. Это очень сильная способность. И также у нее есть третья рука, но она может использовать эту третью руку только для наложения заклинаний. Далее у нас еще один заклинатель, но на этот раз уже из базы. Это Декстер Дрэк. Декстер имеет способность схожую с Амандой, но в отношении заклинаний. Он начинает с двумя случайными заклинаниями и он вытягивает три и из этих трех сохраняет два. Заклинания, кстати, получше, чем навыки, потому что заклинаниями можно обмениться с другими игроками, в том числе с теми, кто лучшие заклинатели. А имея всего максимум 5 единиц рассудка, я бы не сказал, что Декстер аж самый лучший заклинатель. Далее у нас идет сыщик из ужаса Инсмута Норман Уитерс Астроном. Когда возвращаете монстров в пул, вы можете выбрать любой другой символ, любой другой символ, символ монстров, врат, за исключением символа Луны. То есть символом Луны надо сражаться. Ну, если у вас много каких-нибудь сильных монстров с одним символом, вы вполне можете выбрать тот символ, если он не соответствует запечатанным вратам. Но это действует только на те врата, которые запечатывает или просто закрывает сам Норман. Это не действует на врата всей команды. И на этом мы дошли до половины списка, переходим к верхней половине. И здесь у нас опять еще один сыщик из ужаса Инсмута. Это у нас Энг Сэмсон. помощник фермер. Первый раз, когда он встречается с монстром или проваливает проверку ухода от него, он не делает проверку ужаса. Он делает ее только тогда, когда проваливает проверку ухода или проверку боя. только тогда он делает проверку ужаса. А вначале он ее не обязан. Так что довольно-таки неплохой боец. Далее у нас сыщик из ужаса Данвича. Это у нас Уилсон Ричардс. У него неограниченный фокус и также он может получить один доллар вместо прохождения проверки в проверке в какой-нибудь локации. Что весьма интересное и может быть иногда даже полезная способность. Далее у нас еще один сыщик из ужаса Данвича. Рита Янг. Так как в ужасе Данвича нам добавили безумие и травмы, то логично было бы добавить сыщика, который получает на одно безумие или травму больше и может выбрать какое сохранить. И также повторки безумия и травм для нее не имеют значения. То есть она не может быть сожрана в качестве эффекта безумия или травм. Далее у нас сыщик из ужаса Инсмута. Тоже с интересной способностью. он может стать шерифом города за полцены. То есть за пять капель крови либо за один трофей врат. И также он может призывать к себе монстров. То есть у него есть способность своеобразная способность провокации, что тоже может быть весьма выгодно. Далее у нас сыщик из дополнения ужас Кингспорта это Рекс Мерфи. Получает больше сумму вещей чем обычный сыщик. Также он получает дополнительную улику каждый раз когда получает улику, но у него постоянное проклятие от которого можно избавиться только в церкви. Такой вот сыщик. Плюс он начинает в газете. А в газете можно неплохо так нафармить улик или денег. Так далее у нас идет моряк из дополнения ужас Инсмута Сайлос Марш. Он тянет так как в ужасе Инсмута нам добавили механику облика Инсмута он тянет одну дополнительную карту и берет худший результат одну дополнительную карту Инсмутского облика. Также он может переноситься между водными локациями потратив два пункта движения и он получает бонус плюс два ко всем проверкам в водных локациях даже на закрытие и запечатывание врат. Что иногда может быть весьма выгодно. Далее у нас сыщик и тоже из ужаса Инсмута это у нас Минтифан. Минтифан получает плюс один ко всем проверкам когда у нее есть союзник или рядом с ней находится какой-нибудь другой сыщик также в фазе передышки она может дать бонус плюс один к проверкам любому сыщику который начинает фазу передышки рядом с ней то есть он может начать фазу передышки с ней затем перейти из этой локации или улицы в другое место но этот бонус сохраняется до конца хода весьма сильный сыщик странно что она только на десятом месте в этом списке далее мы заканчиваем третью восьмерку и уже перейдем к топ 8 из этого МИД 32 здесь один из моих любимых сыщиков на девятом месте Лео Андерсон он получает случайного сыщика в начале при подготовке к игре и также один раз заход он может предотвратить потерю одной единицы здоровья или рассудка для любого сыщика даже для того кто находится в иных мирах или того кто не находится рядом с ним далее на восьмом месте у нас еще один сыщик из ужаса инсмута это Урсула Даунс она может потратить одну улику чтобы обнулить свой контакт в архаме и также она может использовать способность локации после того как прошла контакта также она может начать в любой локации если вы играете с дополнительными полями в том числе и в любой локации за исключением иных миров но если вы поставите ее на портал она сразу же попадет в этот иной мир далее на седьмом месте у нас сыщик из базы сыщик из базы Глория Голдберг ее способность связана с иными мирами каждый раз когда она вытягивает контакт в иных мирах она вытягивает две карты и выбирает тот контакт который ей больше по душе далее на шестом месте у нас Харви Уолтерс он теряет на одну единицу рассудка меньше каждый раз когда должен потерять но это не действует на заклинание так как заклинание это добровольная потеря а не вынужденная он теряет только вынужденный далее на пятом месте у нас самый результативный сыщик из дополнения ужас Кингспорта Вэнди Адамс что неудивительно единственный ее минус она не может получить банковскую суду как и уголовник скидсотол но она не может быть проклята или арестована пока у нее есть древний знак плюс находясь на улице она автоматом проходит все проверки ухода все проверки ухода в том числе не только от монстров и далее у нас топовая четверка из этого списка состоит сплошь из сыщиков из базовой игры на четвертом месте у нас Дженни Барнс она начинает с 10 долларами и получает по одному доллару в начале каждого хода на третьем месте у нас Монтерей Джек Монтерей Джек каждый раз когда он вытягивает уникальный предмет он вытягивает на один больше и сохраняет один из выбранных то есть смотрите начинает он с двумя уникальными предметами значит он вытягивает три и из этих трех сохраняет два далее у нас Боб Дженкинс такая же способность как и у Монтерей только в отношении обычных предметов ну и на первом месте среди этих 32 или на девятом среди всех 48 сыщиков еще один сыщик из базовой игры это у нас Майкл Маглен тоже один из моих любимых сыщиков начинает он с динамитом и чикагской пишущей машинкой или Томми Ганом и также теряя здоровье он теряет на одну единицу меньше единственный минус то что у него очень мало единиц рассудка только три ну и на этом собственно все благодарю вас за внимание до